Не за горами новый учебный год и поэтому в какую школу пойдут особенные дети, это очень важный вопрос для их родителей. Это программа «Живи!» Меня зовут Ирина Пегусова. В гостях у нас сегодня член родительского клуба. Ирина Голубева и Оксана Ильина. Добрый вечер. Добрый. Давайте поговорим сегодня про такое важное понятие для всех, наверное, родителей особенных деток. Это ПМПК. Это психолога, медика, педагогическая комиссия. Что это такое и что она дает или не дает родителям? Ну, это комиссия, на которой происходит комплексное обследование наших детей. Они ставят какие-то диагнозы и рекомендуют в какую школу по какому типу обучения обучаться нашим детям. Ну, не только нашим вообще деткам. В коррекционную школу нам пойти или в обычную. То есть это комиссия, которая рекомендует что-то нашим детям. Каждая семья, воспитывающая ребенка с особенностями, знакома с таким термином, как ПМПК. ПМПК – это психолога, медика, педагогическая комиссия. В ее состав входят педагог-психолог, учителя-дефектологи, учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, отоларинголог, ортопед, детский психиатр и социальный педагог. Родители начинают готовиться к ней задолго до самой комиссии. Многие репетируют свою речь и очень волнуются. И все от того, что от решения ПМПК зависит, как и где именно будет обучаться их ребенок. Часто на ПМПК членами комиссии приводятся доводы, что ребенок в силу своих особенностей развития не справится с программой общеобразовательной школы. Поэтому ему рекомендуют надомное обучение, которого как раз и боятся родители. Ведь школа – это не только изучение предметов, таких как математика, география и физика. В первую очередь, это возможность общения ребенка со своими сверстниками и в конечном итоге его правильная социализация в обществе. Сейчас ПМПК может только рекомендовать, а родители вправе сами выбирать форму обучения для своих детей. Но добиться этого на практике и быть зачисленными в обычную школу – не самая простая задача. Поэтому родителям особенных детей так важно быть юридически подкованными и заранее подготовиться к прохождению ПМПК. Давайте поговорим про то, какие типы школ и типы обучения существуют для особенных детей. Собственно, для чего все идут на эту комиссию? Хорошо. В нашем государстве у нас существует 8 типов школ для особенных деток. Чтобы не ошибиться, я их могу зачитать. Давайте, конечно. Специальные коррекционные школы. Значит, 8 типов. В первом типе, в первом виде обучаются дети, инвалиды по слуху, слабослышащие или глухие. В школах второго вида глухонемые детки обучаются. Третьего и четвертого вида предназначены для слепых и слабовидящих детей. Пятый вид – это принимают свои стены учеников с нарушением речи, заикающихся деток. Так. Шестой вид создан для детей, физическая проблема которых. Далее. Седьмой. Да, в седьмом виде – это задержка психоречивого развития. Их еще называют речевые школы. И, наконец, школы восьмого вида – это там обучают умственно отсталых детей. Главная цель как раз школы восьмого вида – обучить детей чтению письма и каким-то профессиям, которые потом пригодятся в жизни нашим детям. То есть слесарная, швейная, кондитерская. То есть таким, чтобы они социализировались. Это восьмой вид. Давайте поговорим о вашем личном опыте прохождения вот этой как раз комиссии. Давайте Оксана начнет. Оксана, расскажите, пожалуйста. Мы проходили два года назад. Немножко по-другому это все протекало, как сейчас. Очень много новшеств сейчас на эту комиссию внесено. У нас такая более стандартная схема была. Мы пришли с ребенком. В течение 15 минут его тестировали различными логическими рисования. Физические там допустим бросить мячик поймать. То есть на координацию движений. Потом мы удалились из этого помещения. И нам в течение какого-то срока времени вынесли уже их заключение. Сейчас это происходит совсем по-другому. Это очень замечательно. А как сейчас происходит? Вот сейчас это как раз крыльный вопрос. У нас вот хотел момент такой небольшой затронуть. Мы проходили эту комиссию дважды. У нас получилось то, что мы приехали первый раз в начале лета, перед учебным годом. И нам порекомендовали врачи и специалисты посидеть еще год дома. То есть дать отсрочку на один год и начать обучение через год. Вам порекомендовали на домное обучение? Нет, нам порекомендовали просто пока находиться дома и дальше подготавливаться к школе. Я с этим сначала как бы согласилась. Перед тем, как мы уезжали, нам сказали, что вы имеете право, если вы допустим не согласитесь с этой комиссией, приехать еще один раз этим же летом, допустим через месяц. Советовавшись, проконсультировавшись, мы приехали второй раз, получили разрешение, так сказать, разрешение рекомендации на обучение. Кто-то отметит, что по МПК проходят, как их есть несколько видов. То есть не несколько видов, они разные бывают. Бывают территориальные, то есть в вашем городе находятся, бывает. Межрегиональные, то есть областные бывают, а бывают еще выше, выше и выше. То есть это, наверное, если вас не устроило заключение более ниже стоящей комиссии. Да, о чем мы говорим, что если вас не устроило решение вашего ПМПК, на которое вы первый раз попали, вы вправе выбрать и пойти дальше. То есть мы еще вправе выбирать, какой ПМПК мы хотим. То есть мы можем уточнить список присутствующих. Если нас кто-то не устраивает, мы можем пойти в другое место. То есть это все зависит от нас, от родителей. Ну и рациональнее, конечно. Мне кажется, все-таки пройти в своем городе, потому что с детками, естественно, ходят, занимаются. И те же специалисты, которые находятся на этой комиссии, они уже ребенка видели, и они знают, на что он способен. Мы с Романом ездили на комиссию, в которой люди сидели, они видели его первый раз. Они абсолютно не знали, на что он способен. Поэтому вот как бы лучше начинать с меньшего все-таки. Территориальные, то есть если они у вас в городе проходят, они собираются в каникулярное время. Весна, после зимы, мартовские каникулы и весенние каникулы. Если это областное, то они там почти регулярно работают. Круглогодично. Да, круглогодично работают. Тем более активно, потому что как раз идет подготовка детский сад, школа. Да, много обращаются людей. А если вас не устраивает что-то, и вы решили обратиться куда-то в какую-то конфликтную комиссию, то там в экстренном порядке она соберется, естественно. Персонально по запросу. Да. Какую силу имеет решение этой комиссии? ПМПК носит рекомендательный характер. То есть специалисты, которые там находят, они наблюдают вашего ребенка, и они дают вам рекомендации, в какую школу вам пойти, и что вам делать дальше. Но вы родители. Вы родители, вы делаете все для своего ребенка. Если вы считаете, что вас не устраивает это, то вы можете поступить по-своему. Но опять же, мы родители должны реально оценивать возможности наших детей. Ирина, Оксана, нам сейчас нужно прерваться в небольшую рекламу. Хорошо. Вернемся после нее. Не переключайтесь. Это снова программа «Живи». Сегодня мы разговариваем с родителями-волонтерами. И с Ириной Голубевой, и Оксаной Ильиной. Здравствуйте еще раз. Давайте продолжим разговаривать про комиссию, которая может рекомендовать детям какой-то вид обучения. Давайте поговорим о том, кто может направить ребенка на такую комиссию. Ну, на комиссию в основном направляет врач, у которого состоит ребенок на учете. Это невролог, психиатр и так далее, и тому подобное. Тут специалист, который ведет этого ребенка для определения специального образовательного маршрута. То есть, в каком, опять же, виде школы должен обучаться ребенок. Это МПК решает и направляет. Какая должна быть группа, компенсирующая или комбинированная, здоровительной направленности. Дошкольное это образовательное учреждение или школьное образовательное учреждение. То есть, ну, в основном это делает врач. После того, как родители, естественно, они обращаются в первую очередь к своему доктору и говорят, мы собираемся в школу, мы собираемся в детский сад. Что и как нам нужно проходить. То есть, доктор именно отправляет на комиссию, чтобы порекомендовать именно подходящее обучение. Да, дает направление, это официальный документ, с которым уже мы подготовившись. Это до школьника. А еще есть ПМПК для школьников. То есть, от наряда 18 лет любой человек может обратиться, ребенок обратится на ПМПК. Школьники почему отправляют на ПМПК школьников? Пошли мы в первый класс, мы не справляемся с нагрузкой. И, опять же, нас могут направить на это ПМПК. Больше вставание не справляется с... Да, или наоборот. Или наоборот. А вдруг мы справляемся, а вдруг мы хотим что-то лучше для своего ребенка. Мы можем и это. Поэтому это вот так. То есть, это может быть как по инициативе родителей, так и по инициативе, например, учебного заведения, в котором он учился. Мы с вами пошли. Вот мы у нас... Давайте поговорим как раз, да, про ваши персональные истории. Ваши дети где учатся? Мы уже заканчиваем второй класс общеобразовательной школы номер 29. Города Энгельса в коллекционном отделении восьмого вида. Мой личный ребенок обучается на индивидуальном домашнем обучении. Два раза в неделю мы занимаемся в стенах дома. И один раз мы занимаемся в стенах школы один на один с преподавателем. Вот у Ирины... Да, у меня другая немножко ситуация. Так как прошло два года после того, как Оксана своего ребенка отправила в школу, поменялись немного правила. В лучшую сторону для наших детей, да. Но так как у нас еще нет инклюзии как таковой здесь, но появилась хорошая такая форма обучения, очно-заочная. То есть это обучение, где мы можем часть времени обучаться в классе, в коррекционном, правда, классе, но не страшно, в коррекционном классе с детьми. И если мой ребенок не будет справляться, то еще индивидуально мы будем один на один с учителем. То есть вот такой вот интересный подход. Смешанное обучение. Раньше, вот два года назад, буквально, этого еще не было. Я бы хотела бы, конечно, попробовать. То есть вы же можете сейчас как раз-таки пройти эту комиссию и на такое обучение? Да, в следующем учебном году я уже могу на это претендовать. Есть вот эта проблема, что сложно интегрировать детей с особенностями в обычный образовательный процесс. Вот на практике, Ирина, я так понимаю, у вас это уже происходит. Как это происходит? У нас это будет только происходить. Пока это как будет, я не знаю. Что главное в инклюзии сейчас для наших детей? Нам очень нужны тьютеры. А у нас их нет. У нас по Саратовской области, насколько я знаю, 3 или 4 человека, которые занимаются именно тьютерством. И они нашим детям очень нужны. Каждому ребенку. Особенно нашим деткам. У нас инклюзии пока нет. Конечно, надо бороться с этим. Надо что-то делать. На словах, Анна, сущие слова. Дети с опорно-двигательным аппаратом легко. Раньше это не так было возможно. Сейчас легко. Они могут прийти в общую образовательную школу, подать документы. И учиться с обычными детками по общей программе. Дети, у которых затронут интеллект по диагнозу, тут уже проблема большая. Но опять же и родителям. Все-таки я бы рекомендовала начальную школу. Не нужно ребенка сразу вот так сильно напрягать обучением. Потому что может быть отторжение от учебного процесса. Обычные детки, которые будут бегать, отвлекать, ему будет трудно сориентироваться. Программа это 100%. Они не будут успевать. То есть есть и минусы, и плюсы. Тут все очень индивидуально. Тут должны решать именно родители и психологи, врачи. И педагоги. И педагоги должны с пониманием относиться. Ирина Оксана, я правильно понимаю, что вы именно за инклюзию и за инклюзивное образование детей, особенных детей и обычных детей в обычных общеобразовательных школах? Я да. Я да. Но пока что мой ребенок будет в коррекционном классе. Надеюсь, что по окончании начальных классов может быть что-то изменится. А вы, Оксана? На данный период времени, наверное, нет. Потому что все-таки специалисты, педагоги общеобразовательных школ абсолютно к этому не подготовлены. Должно пройти время, потому что даже за вот этот двухлетний срок, да, даже что касается медико-педагогической комиссии, огромный скачок прошел, произошел. И я надеюсь, что и в инклюзивном образовании тоже произойдет этот скачок. И тогда, когда мы почувствуем, что вот этот комфорт для наших детей наступит, и для них будет польза, мы с удовольствием. Мы просто в этой студии встречались с несколькими как раз таки бывшими особенными детьми, сейчас уже взрослыми, и они говорили, что не всегда инклюзивное образование – это комфортно и хорошо. Да, да, это еще со стороны детей, это еще надо смотреть на реакцию детей однозначно. Мы, родители, хотим многого для наших детей, но дети у нас разные. И подтянут они, подтянут, конечно, это однозначно. Вы знаете, были случаи, что даже в коррекционных школах, где детки диагнозы у кого-то потяжелее, у кого-то полегче, даже в коррекционных классах дети с такими же диагнозами, но, допустим, с более высоким интеллектом, обижают тех детей, у которых с этим проблем больше. И дети плачут, мамы замыкаются, мамы забирают их даже из коррекционных классов и переводят на домашнее обучение. Поэтому что тут говорить об общей образовательной? Давайте, наверное, в завершение программы, потому что у нас остается немного времени, поговорим о каких-то советах, которые вы можете дать мамам, которые собираются как раз таки на эту комиссию, как подготовиться к ней, что необходимо перед ней сделать. Да, давайте я начну, так как мы как раз только прошли, мы оформляемся в школу, в первый класс. Моей дочке 7 лет будет в июне. Но в первую очередь сначала мы, родители, должны решить, что мы хотим. Во вторую очередь мы должны подобрать школу, в которой может обучаться наш ребенок. То есть это задача родителей подобрать школу? Если вы хотите что-то хорошее для ребенка, то да. Да, я считаю, что да. Нам повезло, мы как раз находимся в районе, где находится наша школа 29-я, где есть как раз вот эти коррекционные классы. И у меня старшая дочка там обучается. Я поэтому знаю там и педагогов, и директора, знаю все. Знаю какая-то школа, знаю отношения к детям. Поэтому моя дорога туда была. Во вторую очередь определиться, где проходить по МПК. Что спрашивают дошкольников? Естественно, фамилия, имя, отчество, возраст ребенка. Это спрашивают у говорящих детей. Возраст, где живете, имя, отчество мамы, воспитатели, если ребенок находится в дошкольном учреждении. Цвета, формы, фигуры. Время года. Да, время года. Очень любят задавать. Очень. Какой день, недели, месяца. То, что положено, знает дошкольник. В принципе, они об этом спрашивают. Ничего особенного. И родители должны с пониманием к этому отнестись. Подготовить ребенка. Если ребенок понимает все, они должны подготовить, что сейчас мы пойдем в такое-то место. Тебя там просто зададут несколько вопросов. Если есть какие-то пособия дома, ну не лишним будет взять. Мы взяли с собой целую сумку. И мы как раз по ним показали все, что могли. Как бы мой основной совет, потому что опять же столкнулась с этим сама, родителям не затягивать с началом учебного процесса. Очень многие мамочки сидят и боятся то, что ну 7 лет, вот в 7 лет, и они еще здоровые-то маленькие туда идти, а мой-то вот куда же он. Ни в коем случае 8, 9, 10 лет ждать не надо. Ничего не изменится. Чем раньше начнется учебный процесс и школа, тем раньше ребенок начнет организовываться, впитывать эти знания, потому что чем старше ребенок, тем сложнее наоборот ему будет. Ирина Оксана, спасибо большое за ответы на эти вопросы, потому что это на самом деле очень важные вопросы для образования особенных детей. Мы в этой программе показываем сюжеты о людях, которым нужна помощь. Давайте сейчас посмотрим как раз-таки один из них. Это Мария Савинова. Будущий врач-педиатр, примерная ученица и добрая девушка. Но не это отличает ее от тысяч других. Особенность в том, что Мария болеет очень редким онкологическим заболеванием – шваноматозом. Это доброкачественная опухоль, но у нее есть свойство быстро расти, что приносит неописуемую боль. Дошло до того, что я сумку беру в руку, а у меня пальцы разжимают, и сумка падает. История болезни Марии Савиновой очень проста и очень сложна одновременно. Сначала девушка почувствовала покалывание в боку. Особого значения этому не придавала. Но когда начали неметь руки, обратилась в клинику. Там ее переадресовали в Москву, потому что в Саратове такими опасными операциями не занимаются. Впрочем, и в столице девушке помочь ничем не смогли. Семье Савиновых пришлось брать кредиты и поехать на лечение в Израиль. Каждый день промедление мог закончиться для Марии, ампутации руки или ноги. Я хочу работать с врачом, и для этого мне надо, чтобы были руки и ноги. Руки спасли, но надо теперь ноги спасать. Излечиться от такой редкой опухоли возможно. Это и придает семье сил и дарит надежду. Влезть в любые долги, лишь бы девушка была счастлива и здорова. На сегодняшний день все операции прошли успешно. Но вернуться домой Мария Савинова с мамой не могут. Остался неоплаченный долг перед израильской больницей. Девушка прислала в нашу редакцию видеообращение прямо оттуда. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто мне помогал. Потому что без вас моя поселение не справилась. Сейчас все самое страшное позади. Мы сделали все операции, и все хорошо. Но необходимо покосить долг и заплатить за эти объекты. Общая сумма сборов с собой в группе составляет 5 734 доллара. Я надеюсь, что мы собираем эти деньги и наконец-то поставим точку в этот день. Спасибо вам за вашу поддержку. Предугадать, у кого может появиться эта опухоль, невозможно. Дело исключительного случая. По статистике болезнь обнаруживают одного из двух миллионов людей. То есть в таком городе, как Саратов, едва ли найдется один заболевший. К сожалению, он нашелся. Мария и стала этим человеком. Мы призываем не быть равнодушными к чужому горю. Ведь в мире все закономерно, и добро всегда возвращается к его источнику. Причем вдвойне. До счастливого конца этой истории осталось совсем немного. И без вас Мария не справится. Средства для девушки можно перечислить насчет ее мамы, Беловой Татьяны Викторовны. Реквизиты вы сейчас видите на экране. Семья будет рада любой помощи. Спасибо вам огромное, Ирина, Оксана, что приняли участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо, что нас пригласили. Это была программа «ЖИИ», которая для вас провела сегодня. Я, Ирина Пегусова. Напоминаю, что если вы готовы помочь кому-то из участников нашей программы, вы можете написать на электронную почту, указанную сейчас на экране, или позвонить по телефону. Субтитры создавал DimaTorzok